Медвежья перепись Медвежье имя должно отражать самые яркие черты Либо во внешности, либо в поведении Бурова Олигарх – самый крупный и представительный медведь долины Гейзеров Который еще в лихие 90-е, подобно российским воротилам бизнеса, приватизировал самые лучшие участки Пушкин – веселый и шкодливый молодой самец С характерными пушкинскими бакенбардами Ветерану дали кличку, так как он очень бывалый медведь У него у любого родителя, как говорят, три шрама у него на голове И шрам у него большой на задней части Который дает знать, что он немало где побывал И вдова, как раз, он очень крупный медведь Детальную характеристику на всех медведей составить практически невозможно Территории Кранотского заповедника и Южно-Камчатского заказника обширны Поэтому полную перепись проходят только те, кто проживает рядом с кордонами и постоянными маршрутами инспекторов Вот у меня есть, например, любимчик С самого практически первого дня я его заметил Где-то восьми лет такой стройный парень Темный такой, лоснящаяся такая шкура Я его прозвал Балу И он напомнил персонаж из мультика «Маугли» Он такой весь, ну красивый очень, глаза добрые Медвежья перепись на Камчатке проходит ежегодно Начинается она в августе, а заканчивается уже глубоко осенью Основные задачи, что и всероссийской, определить численность В этом году, по предварительным подсчетам, популяция медведей сохранена А на некоторых территориях даже увеличилась Анна Евстратова, Денис Алексеев, Камчатка, для телекомпании РЕН Продолжение следует...